Добрый день! Сегодня специалисты компании «Украсть и Цифла» осуществляют монтаж очередного камина. Помещение здесь небольшое, поэтому даже точка не замечательная, здесь наш фильм. Сейчас немножко расскажу о технических способностях. Думаю о том, что выложили на пол, для того, чтобы создать жесткую поверхность. Боктовку используют обычные газобетонные блоки, то есть нет смысла выкладывать и нет смысла убрать под нее какую-то стационарную скамейку, которая бортовка с фигуровочными ножками идет, она прыгающая. То есть у топки есть фигуровочные ножки, и она жестко фиксируется. Конкретно на этом объекте у нас перегородки первого и второго этажа смещены поросян. У нас не соосные перегородки, и тут было два варианта установки. Вариант первый – мы бы искусственно выдвинули камин, так, чтобы дымоходная часть проходила вдоль смещенной перегородки на втором этаже. Но было принято решение все-таки сделать выпил на перегородке второго этажа, с тем, чтобы минимизировать короба. То есть здесь, чтобы камин не был очень далеко от стенки, это порядка 25 сантиметров разницы, а это достаточно существенная разница, для того, чтобы посмотреть, что нет и так далее вполне. Поэтому не совсем привязанно мы подошли к вопросу и начали с отверстий во всех уровнях перекрытия. То есть там уже подготовлены отверстия первого этажа, а второго этажа. Там раскреплены балки, но эти балки, мы видели еще туда, приближающие, наверное, за неделю, поэтому, в принципе, все это было ожидаемо. Ключевое, молодец, которое я хочу объяснить вот сейчас, при стартовом участке. Вот, допустим, у меня тут дом. У меня есть шиберная заслонка, которая установлена вот здесь, вот здесь штифовка. И все-таки штифы, он вращается при движении, как будто я вообще-то садлезу. Заслонка. Вот, несколько раз палкнулся, что монтажники ставят в стартовый участок трубы прямо на эту заслонку. Это штифы, он не упирается, и со временем, без тепловых расширений, он на него заседает и заклинивает, и все, эта заслонка уже больше не повернет. Поэтому мы при своих монтажах всегда используем вот такие вырезы в трубе, с тем, чтобы сама труба у нас была. Понятно, что это все будет на дерметике, но когда труба уставится на топку, у нас получается, что никакие тепловые расширения не будут мешать движения вот этих ток, поворотного штифа. Вот это очень важно, что не раз уже приезжали, с проблемой, что задвижку запомнили. Если будет не причина, мы конкретно данные токи, показываем такой лайфхар. Ну вот, сегодня мы подготовили кожух, собственно, сейчас будем резать монтаж на мохоз, установка кожуха, где система разводки будет через стену сложную комнату, и с короба на левой части, потому что справа будет висеть телевизор. Там, Игорь Ильич Роберт, пускать не будет ничего не попросить. Мы посадили шерсть, или звук под шерстью. Ну и, соответственно, один вот труховод, который будет оснащен задвижкой, будет у нас подниматься наверх и расходиться к конкретике полной теории, перегородку, между которыми мы сегодня успешно делаем. В общем, пока все. Будем делать дальше, будем рассказывать дальше. Изначально с компанией Парк и Тупа. Новый день. Сегодня специалисты на компанию Парк продолжают. Он тоже не будет. Я на начальном этапе уже рассказывал, просто спать звонок, поставить старт на фигуру. Сегодня уже готов дымоход. То есть, все уже выведено в магистрале на надклавельном участке. Уже сделана гидроизоляция в этой кровле. И пока мы не зашили короб, то есть, как у нас сейчас формированы боковые террористы, осталось фасадное. Хочу показать. Внутри у нас полноинфицированная камера, которая отсекается пачка толком от основного футболка. Все это пространство будет ускорываться. Будет ответственность для золотой водки. Снизу кнопки. Он сможет двигать. Будет отверстие внизу для забора воздуха. И будет отверстие под старшим потолком для выхода горячего воздуха. И вот здесь, что предчастник, как я рассказывал, сетяло золотого воздуха. То есть, один воздуховод выходит из короба через стену. И вот поднимается его воздуховод. И, не знаю, видно ли, но здесь за трубой размещается тройник. Так в этом металле уходят два канала. Эти, соответственно, канала пойдут в комнату нам, наверное, и в комнату нам, в комнату нам, в помещение. Почему тройник сделан здесь? То есть, по идее, можно было просто поднять место, поставить там тройник и бросить на две комнаты. Это сделано для того, чтобы приступили на решение шумоизоляции. То есть, по-моему, у нас воздух на этом этапе раздевается, на этом участке, на направлении, но нет сквозного продума между комнатами. Соответственно, подача горячего воздуха наверх у нас регулируется задышка, которая позволяет просто отсечь второй этаж, и все пошло на первое. Ну, пока на этом все. И для дела дальше будем рассказывать дальше. Обращайтесь с компанией ПАРТИК. Другой день. Сегодня, соответственно, компанией ПАРТИК стал завершен монтаж очередного каменника. Здесь использована старная каменная топка техничного производителя с боковым открыванием дверца. Главная топка имеет три углеволочные задышки, то есть, это шиберная заслонка выхода дымовых газов, подача уронтика под повесняковую решетку и подача воздуха на одну стекла. От данной топки смонтирован термораспределительником, который позволяет распределять топ и воздух в различные помещения. Ну, конкретно данном объекте это реализовано. Здесь, в боковой камене, с этой стороны нету, потому что трачки не полагаются в основном в телевизионной панели, поэтому туда решили не выпускать. Соответственно, решетки для вентиляции короба будут стоять, и воздух направлен в смежное помещение и в два помещения на втором этаже. Конкретно на данном объекте у нас на втором этаже переговорка смещена, поэтому тут немножко перестандартный был подход. Помещения небольшие, поэтому камеры решили можно было минимизировать. Все можно было, конечно, выбрать сюда и там зайти в перегородку, но в условиях малых габаритов это не совсем такая решение, поэтому мы вырезали часть перегородки. Сейчас я покажу, как это выглядит. Вот так вот выглядит у нас короба на втором этаже. То есть глубина не большая, потому что вторая часть буквально в смежное помещение. И, соответственно, горящий воздух приходит. И припомните, с другой стороны короба, я это тоже покажу. Зачастую монтажники ставят вот руковод, видите? Платят сюда наверх в руковод, ставят ранит и разбрасывают в стороны. Это нарушает шумоисляцию в помещениях, поэтому мы стараемся, если есть проект, проявить. Он идет на первом этаже. А вообще, конечно, желательно на каждый пункт пропускать свои тренинги. У вас здесь нет. Ну, собственно, все. Будем делать дальше, будем рассказывать дальше. Обращаться к компании «Парти Дуба». «Парти Дуба» «Парти Дуба» «Парти Дуба», «Парти Дуба». Субтитры сделал DimaTorzok